Варвар Варвар Ванум И отправился варвар в церковь. Рассказал священнику все свои грехи без утайки и просил у него покаяния. Священник пожалел грешника и дал ему место в своем доме. Только варвар сам поселился со скотиной домашнею, питался с животными и почитал себя хуже всякой твари. А когда священник отпустил ему грехи, ушел он в лес, где прожил двенадцать лет без одежды, претерпевая и стужу, и зной, что аж тело его все почернело. Наконец святой варвар получил извещение свыше, что грехи его прощены, и что скончается он мученической смертью. Как-то раз неподалеку от места подвигов святого проходили купцы, и вдруг в густой траве перед ними что-то задвигалось. Подумав, что там зверь, они выпустили несколько стрел, а подойдя поближе, увидели смертельно раненого человека. Но варвар просил их не скорбеть, рассказал им о себе и попросил сообщить о случившемся священнику, в доме которого он жил. После этого мученик предал дух свой Богу. Тот священник похоронил тело варвара на месте его гибели, и впоследствии от гроба святого начало истекать целебное миро, которое исцеляло различные болезни. 19 мая. День памяти святого мученика Варвара Луканского, бывшего разбойника.